Здравствуйте, Христос Воскресе! В эфире программа «О книжной полке» и ее ведущая Наталья Казанцева. Имя святителя Игнатия Бринчанинова широко известно среди современных православных христиан. Но немногие из них применяют его наставления на практике, несмотря на их огромную пользу. Однако для тех, кто ими проникся, они становятся драгоценной жемчужиной, постоянным спутником, поддерживающим их в трудных обстоятельствах жизни, обильной духовной трапезой, питающей душу, укрепляющей ее на пути спасения. И сегодня в нашей программе переиздание полного собрания творений выдающегося русского духовного писателя и богослова, подвижника и аскета, святителя Игнатия Бринчанинова, епископа Кавказского и Черноморского. Святитель Игнатий в миру Дмитрий Бринчанинов происходил из старинного дворянского рода. Будущий святой с детских лет отличался незаурядными способностями и имел особое расположение к уединению и молитве. Любил духовно-нравственное чтение. Дмитрий получил прекрасное домашнее образование и в дальнейшем, с отличием, окончил высшее инженерное училище. Во время учебы он пользовался благосклонностью великого князя, а в дальнейшем императора. Впереди его ждала прекрасная светская карьера. Однако она нисколько не привлекала сердце юного подвижника. Его чистая душа стремилась к другому. Поэтому по окончанию учебы он подал в отставку, чтобы, уйдя в монастырь, всецело посвятить себя Богу. Более подробно о жизни святителя вы можете прочесть в первом томе этого собрания. В писаниях святителя есть признание, что на монашеский путь он был поставлен промыслом Божиим и что сделать это было его непременным долгом. Вероятно, что именно его литературные и духовные способности стали главной причиной, по которой Бог возвел его на это служение. Не случайно он писал о своих творениях. «Это не мое сочинение. Я был только орудием милости Божией к современным православным христианам, крайне нуждающимся в ясном изложении душевного христианского подвига, решающего вечную участь каждого христианина. Очень легко вдаться в неправильный подвиг, а посредством его вполне отчуждиться от Бога», признается святитель. «И поскольку в его творениях наиболее точно изложены вопросы христианской аскезы или практики христианской жизни, они имеют для нас огромное значение. Ими мы можем руководствоваться, черпая из них чистую воду святоотеческого учения и напитываться ею по спасению своей души». В собрании святителя рассмотрен широкий круг духовных вопросов, можно сказать, исчерпывающий. Глубоко изучив творения святых отцов древности, он старался воплотить прочитанное в своей жизни. От этого с каждым разом возрастала его духовная опытность, и он смог с присущим ему литературным талантом изложить этот опыт. Он писал, что все написанное им заимствовано у святых отцов, но с учетом особенностей настоящего времени. Основная особенность и достоинство произведений епископа Игнатия, пишет игумен Марк Лозинский, в том, что он с присущей ему духовной мудростью отразил в своих сочинениях учения святых отцов, примененные к требованиям современности. Об огромной пользе трудов святителя Игнатия писали еще его современники. С большим уважением к ним относились оптинские старцы Варсонофий, Нектарий, Никон, Беляев. В 1915 году архиепископ Тверской Икашинский Серафим писал «Нельзя не читать сочинения Игнатия Бричанинова. Ручаюсь, что прочитавший его поразится своему неведению и получит высшее наслаждение». Высоко ценил писание святителя Игнатия игумен Никон Воробьев. В своих письмах к духовным чадам он рекомендовал глубоко вникать в творения святителя и постоянно руководствоваться ими. Известный духовный писатель «Переподвижник современности» архимандрит Лазаря Башидзе в написанных им книгах постоянно ссылается на труды святителя и говорит об их огромной пользе. В своих проповедях к творениям святителя обращался и всероссийский старец архимандрит Иоанн Крестьянкин. «И нам изучение духовного наследия святителя Игнатия может принести огромную пользу, но, к сожалению, некоторые испытывают трудности в понимании написанного. Одно дело прочесть, и совсем другое — применять прочитанное в жизни». Поэтому в предисловии к данному третьему изданию полного собрания издатели поместили статью, в которой подробно разбираются причины, по которым нам трудно воспринять прочитанное. Но что важнее всего, здесь еще объясняется, как их преодолеть, какой необходим настрой и как его обрести. Творения святителя Игнатия, как и других святых отцов, имеют покаянный дух. Поэтому, чтобы чтение шло с большим успехом, нужно и нам потрудиться и обрести этот настрой. Также необходимо и познание основных вероучительных понятий, как основы или фундамента, без которого невозможны и покаяния. Покаяние, как пишет сам святитель, возможно только хотя и при простом, но точном знании православной веры. В предисловии составителями сделаны акценты, на что стоит обратить особенное внимание при чтении, и что в творениях святителя наиболее ценно и применимо именно для нас. Издатели надеются, что эта статья поможет читателям с большим успехом применять прочитанное в творениях святителя. Поскольку она написана на основании опыта наших современников, которые с пользой для себя уже применяют труды святителя, то читателям останется только воспользоваться этими советами и приступить к внимательному чтению. Святитель Игнатий взял на себя огромный труд не только как творец поистине бесценных трудов, но и как глубокий исследователь святоотеческих писаний и ревностный исполнитель христовых заповедей. Он писал, что его сочинения ставят внимательного читателя в разряд истинных православных христиан, завещая будущим поколениям душеспасительное слово, свое письменное наследие. Святитель пишет, что исполнители этого слова вступают во владение духовными благами. Только исполняющий написанное может понять и оценить их огромную пользу. Надеемся, что и наши зрители пожелают войти в их число и станут внимательно изучать, а затем применять на практике бесценные наставления святителя Игнатия. Достоинством этого издания, несомненно, является крупный шрифт. Это первое собрание, изданное в таком виде. Кроме того, это наиболее полное собрание сочинений святителя Игнатия. Впоследствии выйдет еще три тома писем, также полные их собрания. Главы в томах расположены в том порядке, какой им определил сам автор. А цитаты из Священного Писания переведены на русский язык для лучшего понимания текста. Поэтому надеемся, говорят издатели, что данное собрание найдет своих читателей. Тем более, что оно не только прекрасно оформлено, но и содержит важные указания для тех, кто будет впервые знакомиться с трудами святителя. А также тем, кто слышал об их пользе, но так и не решился изучать и применять на практике душеполезнейшее наставление, Преосвященного Игнатия. Дорогие друзья, эти книги и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я с вами на этом прощаюсь и желаю интересного и полезного для душечтения. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Христос Воскресе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин